Уважаемые участники конференции, уважаемый Резидиум, я представляю Казанский федеральный университет. На нашем форуме несколько представителей нашего университета присутствуют. Также присутствуют представители дошкольных образовательных учреждений нашего города, нашей республики Татарстан. И, пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить организаторов за приглашение нас на данный форум. Мы участвуем на подобных мероприятиях практически ежегодно и отмечаем такой широкий интерес дошкольных образовательных учреждений, науки Татарстана к данному форуму. Сегодняшний доклад, который я представляю здесь, он о самом простом в нашем общении с детьми, о том, как мы приобщаем детей к правилам. Мы приобщаем их к правилам ежедневно, ежечасно. И дети оказываются объектами наших обращений по поводу правил, когда мы им говорим, чтобы они были вежливыми, чтобы они вели себя тише, чтобы они не баловались, чтобы они старательно выполняли наши задания и так далее, и так далее. Вот за этой простотой ежедневного общения и ежедневного обращения к детям относительно правил стоят очень сложные психологические механизмы. Механизмы, из-за которых иногда дети теряют свой креативный потенциал, иногда, наоборот, его приобретают. Из-за взаимодействия с детьми в момент приобщения к культурным правилам возникают такие сложные моменты, когда ребенок теряет, вообще, так сказать, адекватную самооценку свою, теряет уверенность в себе. Говоря об этих вещах, я хотела бы подчеркнуть тот момент, что вообще момент соответствия ребенка к культурным правилам – это очень важный момент. Из-за соответствия ребенка к правилам стоят очень сложные, еще раз подчеркну, психологические механизмы. Об этом я позволю вам доложить вот на сегодняшнем форуме. Развитие ребенка и формирование его личности происходит в культуре, в системе социальных отношений. Для дошкольника это отношение со взрослыми, с родителями, с педагогом в детском саду. Взрослый помогает ребенку в его социализации. Задача взрослого – это, прежде всего, трансляция правил культуры. Ребенок, вступая в систему отношений, должен вести себя так, как принято в культуре. В этом проявляется его культурная конгруентность. Мы определяем культурную конгруентность как показатель соответствия поведения правилам нормативной ситуации, характерным для социальной ситуации и развития. Ну, вот, хотелось бы обратить ваше внимание на определение. Говоря о культурной конгруентности, мы говорим не просто о соответствии правилам. Мы имеем в виду, что правил множество, и они разные в разных культурах, они разные в разных ситуациях. Но существует такой инвариантный, стабильный, постоянный набор правил, характерный для той или иной культуры и характерный для того или иного возраста. С возрастом спектр правил меняется. Какие-то из них сохраняются, какие-то, так сказать, появляются вновь, а какие-то, может быть, и уходят из поля внимания. И на них мы меньше внимания обращаем. Но вот эта культурная конгруентность, соответствие ребенка в поведении правилам, она очевидна, она наблюдаема. Это такой поведенческий внешний показатель, который, собственно, помогает нам проводить многие диагностические моменты, замечать те или иные несоответствия в поведении ребенка, в его взаимодействии. И, так сказать, на этот феномен хотелось бы обратить особое внимание. Педагогическое воздействие взрослого заключается в формировании поведения, которое соответствует правилам культуры. Это достаточно сложная процедура передачи правил и его присвоения. И происходит это на границе натурального и культурного. То есть мы ограничиваем природную активность ребенка, природные мотивы его, желания, когда приобщаем его к тем или иным правилам, как правило. И происходит это в особой ситуации, когда предъявляется ребенку правило. Такая ситуация называется психологией нормативной. Определение нормативной ситуации психологию вводит Николай Евгеньевич Веракса. И нормативная ситуация определяется как сочетание обстоятельств, правил, предписывающих субъекту определенные действия. То есть в каждой культуре есть паттерны поведения, которые одобряются культурой. И они понятны. И если человек ведет себя в соответствии с этими паттернами поведения, он идентифицируется с культурой. И это, наверное, особо ощутимо, когда человек переходит в другую культуру. Особенно, допустим, в культуру, где не освоены им правила. И такой человек будет сразу восприниматься как чужой. В этом плане культура нормативна, она регламентирует поведение. И это понимание у нас в детской психологии абсолютно четкое есть. В нормативной ситуации есть предъявляемое правило и два субъекта. Один из которых является агентом культуры, это взрослый. Другой субъект, ребенок. Он присваивает культурную норму и сознательно или бессознательно начинает вести себя в соответствии с культурными правилами. Мы проводили исследования креативности детей в зависимости от того, насколько они ведут себя в соответствии с правилами, насколько они конгруентны к культуре. Оказалось, что чем выше культурная конгруентность, тем ниже креативность ребенка. Этот парадокс подсказывает, что есть определенная тенденция, когда формирование нормативного поведения ведет к потере творческих возможностей детей. С одной стороны, ребенок не может вступать в систему социальных отношений, если его поведение не будет соответствовать культурным нормам. С другой стороны, соответствуя культурным нормам, ребенок становится менее креативным. Данная противоречия порождает много научных проблем в области детской психологии. Во-первых, насколько многообразны правила, обращенные к ребенку. Во-вторых, как меняется содержание правил на разных возрастных этапах. В-третьих, каковы различия правил, которые транслируются детям в разных культурах. Среди всего многообразия правил есть инвариантные, в соответствии которым определяют конгруентность поведения ребенка к культурному контексту. По мере возрастного развития изменяются и правила. Мы разработали алгоритм исследования культурной конгруентности и создали методики оценки данного показателя для детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Инвариантными для детей дошкольного и младшего школьного возраста являются правила, относящиеся к произвольной регуляции и самоконтролю. Для дошкольника, в отличие от младшего школьника, важны правила, связанные с безопасностью и соответствием ожиданиям взрослых. Для младшего школьника правила, регулирующие поведение в учебной деятельности. Изучение культурных правил, транслируемых взрослыми детям на ранних этапах развития, важно для понимания механизмов социализации ребенка и формирования его личности. Мы изучали культурный контент на предмет многообразия правил, предлагали анкеты для родителей, воспитателей, самих детей о том, каким правилам приходится следовать поведение в течение всего дня. Опрос выявил около тысячи правил. Дальнейшее обобщение, частотный анализ сходных правил, процедуру группировки, факторный анализ установили, что все многообразие правил, обращенных к ребенку-дошкольнику, можно представить как правило, объединенное в четыре группы или четыре фактора. Так, первый фактор объединяет утверждения, касающиеся послушности и соответствия ожидания взрослых. Ориентация ребенка на взаимодействие со взрослым и соответствие ожидания взрослого отражает содержание фактора, являющегося одним из основных при определении соответствия поведения ребенка правилам нормативной ситуации. Утверждение, включенное во второй фактор, связано с опасными средствиями, которые могут побить за собой действия ребенка, нарушающего правила. Данный фактор получил название безопасность. Третий фактор – гигиена. Этот фактор предполагает выявление соответствия ребенка правилам, направленным на поддержание гигиены и самообслуживания. И четвертый фактор – самоконтроль, связан с ограничением врусивности ребенка со способностью к контролю своих действий, направленных на соответствие определенным правилам. Как показало исследование, при всем многообразии все-таки эти правила группируются, и сама нормативная ситуация пребывания ребенка во взаимодействии с культурой, она достаточно структурирована. Социализация ребенка представляет собой действительно регламентированный процесс, где сама социальная ситуация в основе своей является культурной, и, следовательно, нормативной. Поэтому это взаимодействие сложного мы представили в виде такой схематизированной модели, которая показывает, что вся социальная ситуация развития, она все-таки нормативна, поскольку она культурна. И взаимодействие с культурой у ребенка организовано через призму четырех групп правил в основном. Причем хочется заметить, что при исследовании были, конечно, и другие правила, не только эти, но мы выделяли инвариантные по психометрическим всем параметрам, разрабатывая эту методику. К сожалению, потерялись некоторые правила, которые хотелось бы удержать в процедуре разработки методики, но они были нетипичными. Допустим, правила, поддерживающие бережное отношение к растениям, животным, правила, инициирующие активность ребенка. Такие правила тоже назывались родителями и воспитателями, но они были достаточно редкими. В той популяции, которую мы исследовали, группа выборок у нас была достаточно репрезентативной, большой. Далее, вот, хотелось бы отметить, что, ну, такая схема упрощенная, конечно, встречает сопротивление, вроде бы как мир детства многообразен и наше общение многообразно. Но, тем не менее, вот, такая структуризация культуры имеет место быть. И психология при исследовании ребенка в нормативной ситуации призвана выявить то, каким образом ребенок дифференцирует правила в ситуации, как видит правила ребенок, и видит ли он, почему иногда не видит, как он выстраивает свои отношения к нему, насколько у ребенка сформирована внутренняя установка, диспозиция по отношению к предъявляемой норме. Любая культура обращена к человеку как к субъекту бытия в ней и обращена именно правилами. Невозможно представить социализацию в культуре вне присвоения правил данной культуры. Вопрос лишь в том, как взрослый организует данный процесс. Удается ли сохранить субъектность ребенка, взаимодействующего с культурой? Что является условием сопротивления ассимиляции в культуре? Что сохраняет возможность оставаться уникальным субъектом? Этими вопросами задавалась и российская философская мысль XX века. Наиболее известные труды Бердяева, Лосева, Лотмана, Ильенкова именно об этом. В связи с этим хочется подчеркнуть, насколько близка к философии, педагогика и психологии раннего возраста. Огромное количество философских источников повествует о том, что необходимым и достаточным условием формирования личности в культуре и сохранение его субъектности является развитие мышления. Ярким подтверждением данных слов является известная работа Ильенкова «Школа должна учить мыслить». Многие из нас, конечно, знакомы с этой работой. Мыслящий человек, к которому обращено правило, это не просто личность, включенная в данный процесс. Мыслящий человек – это источник развития самой культуры, способный ее анализировать и создать уникальные продукты в своем творчестве. Социализация ребенка через развитие мышления порождает совершенно иную педагогику раннего детства, педагогику диалога, в котором для ребенка открываются возможности субъектного присвоения культурных норм посредством мышления. Мы проводили исследования взаимосвязи мышления и культурной конгруентности. Задача исследования заключалась в том, чтобы определить, каковы особенности мышления детей дошкольного возраста при разном уровне соответствия их поведения правилам нормативной ситуации. Оказалось, что дети с высоким уровнем культурной конгруентности имеют более высокий уровень формально-логического мышления, лучше устанавливают причины-следственные связи, лучше определяют общий признак у класса предметов. Культурная конгруентность и формально-логическое мышление имеют достаточно значимые связи, как каждые результаты наших исследований на корреляционные приятия. Но при этом я хочу напомнить вам, что в начале доклада я говорила о том, что культурная конгруентность и креативность не связаны, а формально-логическое мышление связаны. То, что должно навевать на определенные размышления. Те дети, которые имеют низкий уровень культурной конгруентности, то есть в меньшей степени соответствуют в своем поведении правилам, при этом лучше решают задачи с проблемным содержанием, выявляют противоречия, мыслят диалектически, что говорит о творческом потенциале ребенка. Процесс социализации ребенка и присвоения культурных норм действительно сложный и по мере усложнения и информационного насыщения усложняющийся процесс. Хотелось бы привести слова Владимира Петровича Зинченко, высказанные им о драматичности данного процесса. Драма развития остается драмой вживания человека в мир, обживания, одухтворения его и вживления мира в человека. Эти асимметричные процессы обеспечивают выживание человека и человечеству. При этом автор предостерегает нас от упрощенного представления о процессе социализации примитивной трактовки тезисов Прива Семеновича Выгодского. Владимир Петрович подчеркивает, что Выгодский вовсе не представлял себе дело таким образом, что персонифицированный в виде доброго взрослого, культурно-исторический опыт, благоговейно встречает ребенка в зоне ближайшего развития, благодушно дожидается благоприятного сенситивного периода, дождавшись энергичной, интерроризируется в психику ребенка, покувыркавшись в ней, экстроризируется и после амплификации вновь возвращается вовнутрь. Выгодский настаивал именно на катастрофическом характере борьбы, динамическом и диалектическом процессе между миром и человеком, и внутри человека, который он называл поведением. В целом вопрос об организации поведения дошкольника в соответствии с культурными правилами связан, на наш взгляд, с тремя важнейшими теоретическими положениями. Во-первых, это специфика социальной ситуации развития дошкольника, обусловленная взаимодействием со взрослым. Во-вторых, это сюжетно-ролевая игра, включенность в которую предполагает подчинение игровому правилу и соответствие роли дошкольника, определяемой сюжетом самой игры. Вчера, кстати, был замечательный доклад по игре и по роли сюжетно-ролевой игры в развитии личности ребенка в исполнении профессора Смирновой. Мы были свидетелями, слушателями этого доклада, и в докладе эти моменты тоже подчеркивались. В качестве третьей, и, пожалуй, важнейшей, наряду с перечисленными факторами предпосылка становления дошкольника как субъект нормативной ситуации является развитие его познавательных возможностей мышления. Процесс дальнейшей социализации ребенка в антогенезе в младшем школьном возрасте, в подростковом возрасте, безусловно, привносит изменения в социальную ситуацию развития. Изменяются и культурные правила, регламентирующие поведение ребенка. Наши исследования правил, характерные для младшего школьника, были проведены в той же логике, что и в дошкольном возрасте. Также мы проводили анкетирование учителей уже в данном случае, родителей, самих детей, выявляли, каким правилам они следуют, какие правила к ним обращены. Но здесь оказалось, что правил, спектр правил меньше, но дифференцируются они в группы в большей степени. И поэтому в младшем школьном возрасте мы обнаружили 6 групп правил. Это социальное взаимодействие, учебная компетентность, самоконтроль, послушность, самообслуживание, регламентированность. Но здесь некоторые правила, как мы видим, и как уже подчеркивалось выше, сохраняются. Это правила самоконтроля, правила послушности, самообслуживание. Но вот правила, касающиеся, допустим, безопасности, в младшем школьном возрасте менее актуальны. Это и понятно. Мы считаем, что эти правила не так осуществлены в школе, как в прескольном возрасте. Эту обучение более важнее. Поэтому, во время мы изменяем культурный контекст, рекомендирующие поведение младшего школьника, хотелось бы подчеркнуть, что они взаимосвязаны все же между собой. И здесь вспоминается утверждение нашего классика детской психологии Запорожца, Эксона Владимировича, о том, что функциональный запас для последующей стадии имеется уже в предыдущей. То есть тот функциональный запас, который был относительно потенциала развития культурной конкурентности у дошкольников, он произрастает, потом и развивается в младшем школьном возрасте. К сожалению, время у нас ограничено, но хотелось бы тогда завершить свой доклад тоже обращением к классике, к словам Лидии Ленча-Напажовича о том, что возникновение у ребенка к концу дошкольного возраста относительно устойчивой иерархической структуры мотивов превращает его из существа ситуативного, подчиняющегося, воздействующим на него раздражителям и сиюминутным побуждениям существо, обладающее внутренним единством и организованной способностью руководства устойчивыми им социальными нормами жизни. Ну вот в моем докладе и презентациях практически нет фотографий, есть только одна картинка, вот я ее хочу вам показать, что культурная ситуация развития, исторична. И поэтому ситуация трансляции норм и их присвоения сегодня меняется. Об этом тоже очень много говорили, и мы должны задаться проблемой, вообще, так сказать, рефлексии научной этой ситуации. Как ребенок получает правила, каким образом и какова роль тех средств виртуальной реальности, которые тоже обращены к нашим детям. Ну, это, так сказать, я не успеваю предложить, поэтому благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ, ИНТРИГУ, ПЕСНЯ, АПЛОДИСМЕНТЫ, Продолжение следует...